Центральной темой минувшей недели оказалась перестройка российского автопрома. Замену выпавшим компонентам находят АвтоВАЗ и УАЗ. Калининградский автотор перевернул корейскую страницу и готовится принять неких новых партнёров. Но куда лучше к санкциям оказались готовы производители тяжёлых машин. КАМАЗ закончил строительство испытательного полигона и намерен освоить пятиосные самосвалы. От трактора строители бодро выступили на московской выставке «Агросалон», удивив несбыточным для легковых брендов уровнем импортозамещения. Собственные трансмиссии и российские двигатели оказались не где-то в далёких планах, а прямо здесь и сейчас. Иран предлагает АвтоВАЗу наладить совместную сборку автомобилей. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель Совета директоров Ассоциации производителей запчастей Ирана Наджафи Манеш. Он назвал текущее положение Ирана и России исключительным, очевидно подразумевая санкционное давление со стороны западных стран, а потому призвал пользоваться такой возможностью. В Тольятти телеканалу АвтоПлюс предпочли не комментировать заявления иранской стороны. Видимо, вазовцы в порядком утомили ничем не подкреплённые предложения со стороны ближневосточных функционеров. Между тем, в Исламской Республике имеется очевидный долгострой, с которым как раз может помочь АвтоВАЗ. Это седан Сайпа Рено Парстандарт 90, а точнее Рено Логан первого поколения, что выпускался совместными силами компаний Рено, Сайпа и Парс Ходро. Как выяснила редакция телеканала АвтоПлюс, в 2018 году после очередного витка санкционных ограничений французская сторона вышла из этого проекта. И с того момента иранцы никак не могут возобновить выпуск модели, хотя презентовали рестайлинговую машину спустя 18 месяцев после ухода французов в 2020 году. Ранее ходили слухи, будто для седана нет мотора. Но нет. Тогда же, два года назад, Сайпа внедрила собственные агрегаты и движок, и коробку. И вообще, по заявленным данным, модель локализована аж на 85%. Чего из оставшихся 15% для простенького бюджетника не способна сделать развита иранская промышленность, остаётся загадкой. Но в любом случае их можно взять из вазовского Ларгуса, который технически тоже есть Логан. Марка Москвич начинает набирать дилеров. Заявки будут приниматься только от автосалонов в крупных городах. Причём будущий партнёр обязан создать инфраструктуру для зарядки электромобилей. Однако о самих автомобилях под маркой Москвич информации всё ещё нет. Летом представители бренда предъявили примерный модельный ряд завода, в котором эксперты разглядели сплошь китайские автомобили «Джак». Позднее и «Москвич», и «КамАЗ», который выступает индустриальным партнёром, заявили, что все совпадения случайны, а машины предоставит другой производитель. Однако иных известных кандидатов пока нет. Ульяновский автозавод занялся тотальным импортозамещением. Впрочем, этот процесс правильнее назвать заменой санкционных деталей на альтернативную продукцию из, как принято сейчас говорить, дружественных стран. И вот как это происходит. Вместо узлов корейской фирмы «Даймос» ульяновцы теперь ставят механические коробки передач китайского концерна «Баик», а единственным поставщиком раздаток будет индийское предприятие «Дивги Уорнер». Кроме того, под замену пошли импортные подушки крепления кузова, а также гидроагрегат системы АБС. К последнему прилагается внушительный список деталей, включая другие трубопроводы, жгуты и кронштейны. В двигателях ЗМЗ пришлось заменить натяжной ролик, датчик кислорода, катушки зажигания, форсунки и блок управления. Также альтернатива потребовалась гидронатяжителю цепного привода ГРМ, который прежде поставляла немецкая «Ина». Такая номенклатура компонентов распространяется не только на новые автомобили. Если поддержанный УАЗик приедет на фирменную сервисную станцию, то ему взамен сломанной коробки передач «Даймос» тоже установят китайский «Баик». Как выяснила редакция телеканала «Автоплюс», массовый отказ от санкционки затронул все без исключения модели. Это «Хантер», «Патриот», «Пикап» и «Профи», а также представители старого грузового ряда, то есть буханки и головастики. Калининградский автотор сворачивает производство автомобилей «Хёнда» и «Кия». Об этом сообщил лично глава компании Владимир Щербаков. В первых числах октября предприятие закрывается для переналадки оборудования, чтобы освоить выпуск других машин. «Прежде всего придут новые партнёры. Мы начинаем производство новых автомобилей. Есть перспектива выхода на серьёзный объём уже в следующем году», — приводят слова Щербакова пресс-служба «Автотора». Кто окажется этими новыми партнёрами, не уточняется. В качестве предположения вспомним могущественную китайскую «Баик». Для справки, пекинская автомобильная госкорпорация является одной из крупнейших компаний Поднебесной. Она выпускает самые разнообразные легковушки, крузовики и внедорожники, а также вертолёты и самолёты. Кроме того, в портфолио китайцев — сборка моделей Mercedes-Benz, Hyundai и Suzuki, плюс целый набор придворных производителей компонентов. Это на секундочку около полусотни цехов, включая совместные предприятия со многими именитыми компонентщиками. Добавим, что «Баик» ранее хотел продвигать на российском рынке не автомобили, а именно комплектующие для местных автозаводов. Для этого концерн даже нанял было Кристину Дубинину, бывшего директора проекта «Лада Веста», но план тогда сорвался. Что касается самого автотора, то последними выпущенными здесь корейцами, как выяснил телеканал «Автоплюс», оказались модели Kia, а точнее городские кроссоверы Soul и рамные внедорожники Mojave. Дилеры марки Kia уже успели получить партию Soul, правда фактические цены сильно отличаются от рекомендованных представительств. Продавцы смело прибавляют от 400 до 600 тысяч рублей, поэтому спрос на автомобили весьма умеренный. Массовые поставки внедорожников Mojave ожидаются через несколько недель — это также будут последние экземпляры калининградской сборки. По прогнозам, реальная стоимость машин окажется сразу на миллион выше официального прайса. Впрочем, Soul, Mojave, а также Seltos, Sorento, Cerato, K5 и Stinger московский офис Kia планирует возить непосредственно из Южной Кореи. Для этого компания располагает всеми необходимыми сертификационными документами. Сами продавцы вдобавок наладили активные поставки серых машин, которые обойдутся клиенту заметно дешевле официальных. А вот бюджетные модели Kia Rio и Hyundai Solaris импортировать неоткуда — это чисто российские модели, которые сильно отличаются от китайских аналогов. Переходим к тяжёлым машинам. КамАЗ запустил собственный испытательный полигон, расположенный непосредственно возле научно-технического центра компании. Теперь любому инженеру, чтобы провести дорожные тесты, будет достаточно просто выйти из офисного здания. На полигоне площадью 11 гектаров есть подъёмы тарированной крутизны, 800-метровая четырёхполосная прямая, а также разные типы дорожных покрытий, включая бельгийскую мостовую и базальтовую дорогу. Для тестов беспилотной техники в свою очередь построен небольшой городок. Между тем, в ближайших планах грузового автогиганта значится выпуск сверхтяжёлых самосвалов поколения К5 грузоподъёмностью свыше 25 тонн. Это весьма лакомый кусок рынка, который прежде занимала строго европейская техника. Так, европейцы первыми придумали строить майнинговые грузовики. Это тяжёлые версии обычных самосвалов, что отличаются усиленными рамами, вместительными кузовами и мощными моторами. Они успешно заменяют собой привычную карьерную технику. Правда, чтобы отвоевать рыночную нишу, придётся провести большую модернизацию дочернего нефтекамского автозавода. Это предприятие изначально создано под выпуск стандартных самосвальных платформ, а теперь от него потребуются кузова большой кубатуры. Например, в списке перспективных разработок есть пятиосный гигант КАМАЗ-65805, способный брать на борт 65 тонн породы, а его полная масса достигает 95 тонн. В движение новинку приводит камазовская шестёрка, форсированная до 550 сил. Машина оснащается 30-кубовым кузовом шириной больше трёх метров. Такой нужен, чтобы внутрь спокойно помещался трёхметровый ковш погрузчика. При цене около 20 миллионов рублей подобный самосвал обойдётся дешевле, чем БелАЗ аналогичного тоннажа. Ещё одна любопытная новость пришла из Челябинска, где тракторный завод ДСТ Урал представил бульдозеры, оборудованные электромеханической трансмиссией. В чём суть новшества? Ярославский 240-сильный турбодизель ЯМЗ-536 вращает генератор, от которого, в свою очередь, запитаны тяговые электромоторы. В итоге трактор расходует на 20% меньше топлива, а максимум крутящего момента доступен уже при нулевой скорости. Кроме того, в трансмиссии нет ни рабочей жидкости, ни элементов трения, за счёт чего увеличиваются межсервисные интервалы. ДВС работает на постоянных оборотах, что повышает ресурс силового агрегата. Импортозамещение в самом ортодоксальном смысле, то есть не просто уход от санкций, а переход на агрегаты собственного производства возглавили не автомобильные, а тракторные заводы. И первый среди них — петербургский тракторный завод, который сам выпускает кабины, мосты и узлы сочленения. А на московский агросалон привёз обновлённый «Кировецка-5» с автоматической коробкой передач собственного изготовления. С 2017 года у нас реализован проект по цеху трансмиссий благодаря Фонду развития промышленности. И мы полностью делаем прям вот от самых мелких деталей до картеров и, соответственно, до узла в сборе мы делаем коробки сами. Это наша гордость, потому что, ну, это сложный узел, очень немного трансмиссий делается в России и особенно таких нагруженных, как в тракторе «Кировец». Малая по меркам «Кировца» модель К5 пятого тягового класса, которая выполнена в дорожном габарите, выпускается с 2020 года и модернизирована весной. «Мы не просто полностью производим трансмиссию. Мы в этом году, вот летом, реализовали наконец-то КПП, которое полностью автоматическое внутри диапазона. Соответственно, механизатору достаточно выбрать направление движения и, допустим, второй рабочий диапазон, и трактор сам выбирает, на какую скорость переключаться». Двигатели у кировцев исключительно российские. У К5 — это ярославская «шестёрка» ЯМЗ-536 мощностью 250 сил. А у старшей модели К7М — Тутаевский дизель V8, об очередном обновлении которого мы рассказывали летом. «Мы потребляем большую часть объёма выпуска Тутаевского моторного завода. И слава богу, что у нас есть контакт. И мы видим статистику отказов, и она существенно отличается на промежутке там трёх-четырёх лет. Мы видим, насколько реже условно стали выходить из строя головки те же самые злосчастные. Мы видим, как работает система охлаждения и так далее. То есть конструктивно Тутаевский моторный завод сделал очень серьёзный рывок. В этом году мы, наконец, вышли на стандарт к дилеру, что вне зависимости от сложности поломки трактора, трактор не должен простаивать больше, чем одни сутки. Соответственно, устраняется абсолютно любой отказ в течение суток. Это большая победа, и мы видим статистику, конечно, бывают погрешности. В некоторых регионах до полутора суток». Следующая стадия — создание тракторов мощностью от 500 сил, которым нужна новая трансмиссия. «Но такая задача стоит давно. Такие тракторы уже испытываются, и в том числе коробка, которая будет косозубой, и, соответственно, будет выдерживать нагрузки, необходимые для работы 500-сильного трактора. Поэтому в перспективе, наверное, полутора-двух лет мы рассчитываем выпустить новые машины». Обширные планы по импортозамещению обрисовал и рост «Сельмаш». «На выставке представлены три серии тракторов. Это универсальный пропашной трактор тысячной серии, мощностью от 270 до 370 линейка лошадиных сил. Двухтысячная серия — это тракторы общего назначения. Наиболее популярный, скажем так, сегмент сейчас в Российской Федерации — мощность 380 и 405 сил. И самые мощные тракторы, которые производятся в России на настоящий момент — это тракторы трехтысячной серии мощностью до 583 лошадиных сил». Младшая тысячная серия должна была выйти на рынок в этом году. Но из-за санкций серийное производство отложено на 2024. А пока модель продолжит гидравлические и трековые испытания. «Трековые испытания, например, это 300 тысяч циклов по кочкам с нагрузкой. То есть это реально десятилетняя нагрузка на трактор. По сути дела, воспроизводится всего лишь за полгода в трековых условиях». Главная трудность — найти замену двигателем Cummins. Если тяжёлым трактором подойдёт новая 12- или 13-литровая шестёрка КАМАЗ-910, у которой есть вариации от 400 до 600 сил, то для тысячной серии нужен аналог 9-литрового 370-сильного Cummins. Временной заменой выступит китайский Вейчай. Но дальше ростовцы нацелены перейти на российские моторы. «Ну, на самом деле, не так уж и много вариантов у нас. Есть, например, двигатели Yams, например, до 340 сил. Ну, на наш трактор, наверное, не совсем подходит. Есть двигатели КАМАЗ, например, 12-литровые сейчас. Они считают это самым современным двигателем в России. Некоторые российские двигатели ещё не готовы для серийного выпуска. А в Китае он зачастую отработан уже». А роботизированные коробки PowerShift Россельмаш заменит агрегатами собственной разработки. «Уже к 2025 году у нас, по нашим планам, будут стоять все коробки российского производства. В частности, компания Россельмаш будет производить их собственные разработки. Не только механическая трансмиссия, но и автоматические трансмиссии. Я считаю, это большой шаг вообще для сельхозиндустрии». Помимо нового производства трансмиссии, Россельмаш готовит расширение линейки машин. В ближайшие три года появится ещё одна — самая младшая модель трактора мощностью от 170 до 250 сил. Ради этого в 2023 году в Ростове-на-Дону запустят новый завод.